приветствуем наших подписчиков и гостей канала эзотерика для тебя друзьям а вас всех приветствуем изобилие и недостатке сегодня в этом видео поговорим о неосознанных денежных блокировках от которых вам нужно избавиться ближайшее время или по крайней мере постараться избавиться чтобы вырасти в дагу дохода и привлечь деньги в свою жизнь мы много с вами говорили о вещах и о предметах которые мешают вам двигаться дальше развиваться потому что все то что окружает нас состоит из энергии но именно в этом видео мы поговорим о неосознанных денежных блокировках которые есть у каждого человека к сожалению и пока вы их не искрените или по крайней мере не не уберете не будете на этом зацикливаться вашей жизни не будут поступать деньги давайте начнем с этих денежных блокировках во-первых это экономия на себе многие люди экономят на себе конечно кто-то скажет сейчас о том ну как же мне они экономитесь я не буду экономить я не смогу оплатить учебу ребенку если я не буду экономить я не смогу отправиться в путешествие так далее так далее вы должны понимать что есть иррациональная экономия на экономия на себе а есть экономия на себе что мы здесь имеем очень часто люди жалеют для себя купить себе хорошая качественная например красивное платье или хорошие качественные туфли сапоги и человек сэкономив купи в каком-то дешевом магазине через неделю-две осознат и понимает что как он был неправ что нужно было скорее всего выложить вот определенную сумму денег и купить вот то платье ли те дорогие хорошие качественные туфли которые приносили не только радость но и служили бы долго так получается человек сэкономил на себе купил какие-то дешевую обувь или вещи она буквально через неделю-другую обвешала испортилась порвалась и так далее и человек заново начинает тратить деньги и при этом он уже не может купить себе качественную вещь потому что у него уже не хватает денег и с другой стороны это его гложет ты его злит продумайте об этом скорее всего у вас это также есть далее к неосознанным денежным блокировкам относятся и скупость и жадность конечно же мы здесь не говорим о том что вы должны со всеми людьми нашей прекрасной планеты поделиться деньгами но есть такое понятие что вы никогда не должны быть скупыми не должны быть жадными не только это касательно денег это также и тех добрых слов которые вы можете сказать дарю сказать другим людям также возможно вы можете поделиться с кем-то своим пуском хлеба булочкой во время например того же обеденного перерыва потому что помните о том что все к нам приумножается в том объеме которое мы имеем далее а отсутствие цели очень многие люди не имеют цели для чего им нужны деньги вот просто хочу иметь деньги но так не работает денежная энергия когда вы появляется у вас цель значит у вас появляются новые возможности появляются люди появляются новые знания которые вас подстегивает к тому что вы стали зарабатывать больше обращаем ваше внимание что как правило деньги не появляются сразу в большом объеме к этому нужно идти и люди идут постепенно как правило на какие-то глобальные цели ну например на покупку трехкомнатной квартиры вам понадобится а в среднем от года до трех лет если вы правильно на энергетическом уровне вы строите цепочку то у вас и получится в материальном мире это все реализовать далее следующее очень важно важная денежная блокировка это отказ от денег многие люди думают о том что деньги это плохо что когда человека появляется много денег значит у человека появляется злость ненависть зависть и так далее вы должны понимать что это не деньги делают это делает вот это вот знаете забывание того что человека должен оставаться человеком если вы обращали внимание возможно вы обращали внимание иногда идет человек который найдет простых штанах или простых шортах вообще неприметный в простой футболки или рубашки и если вы заметите его конечный путь то в конечном итоге он идет по рынку и не он не привлекает себе никакого внимания и в какой-то момент вы можете обратить внимание что он садится в дорогую машину вы будете удивлены но это богатый человек который уважает себя который любит себя ценит себя но он не пытается через дешевые безделушки показать что это человек с деньгами то же самое касается когда вы идете вот в магазины вы должны никогда не показывать что вы вы лучше других вы богаче потому что денежная энергия это все энергии и она чувствительна к этому далее захламленность сбавляетесь от всего того хлама который есть вашей жизни это касается и дома это касается работы это касается и вашей сумочки это касается и вашего холодильника кухни и так далее чем больше у вас хлама за спам спам от хлама и спама том числе и вашем телефоне то тем больше у вас возникает негатива возникает проблем далее избавляйтесь от долгов и от кредитов от займов это очень тяжело но вы должны понимать что вы должны избавиться от этой вот пути от этой дороги как бы вам не было тяжело далее жалобы многие люди жалуются на невестку на свою свекровь жалуются на соседей на друзей жалуются на жизнь и так далее перестаньте это делать займитесь чем-то более полезным из того чтобы жаловаться возможно начните заниматься своим любимым хобби или почитайте интересную книгу или просмотрите какую-то телепередачу в которой показан пример как приготовить вкусный ужин и так далее вы потратите уже рационально даже свое время далее избавляйтесь от негативных убеждений многие люди любят говорит что у них нет денег они недостойны жизни у них недостойные родители они родились не в то время и так далее и так далее но это ваше убеждение вы сам себе и царь и бог и пока вы к этому не придете вы будете постоянно об этом вот утолки утолков то вот знаете соприкасаться со стенкой что вас все плохо меняйте вот эти ограничения на то что у вас все есть что вы живете в изобилии что вы живете в достатке и вашей жизни будут появляться иногда очень приходят такие ситуации например вы ребенку не можете купить в школу в школу тот же портфель но будет туда у вас вы видите что вас в кармане нет денег но будут происходить такие ситуации что возможно ваша какая-то подруга знакомая соседка возможно какой-то посторонний вообще человек раз и подарит портфель ребенку разве это не подарок от судьбы разве это не решение вашего вопроса которым вы думали или вы не знаете например ребенку что нужно купить там те же книги или какая-то ребенка есть сюда да у вас же какая то есть проблема вы не должны зацениваться что это должно прийти именно через деньги и только так и никак по иначе высшие силы знают как сбалансировать вот те ситуации поэтому доверьтесь и просто идите по этой дороге и в тот момент где когда вы будете не ожидать это будет поступать это будет приходить по и только благодарите а это очень важно далее у многих людей еще есть завышенная важность избавляйтесь от нее будьте проще если все любят находить какие-то определенные магазины на вы их не любите вы их не воспринимаете вы не понимаете что то ходите туда где вам комфортно где вам будет весело где вы будете хорошо проводить время не нужно делать как все делают люди потому что это так надо но если вам это не интересно если это вам не привлекает ваше внимание если он там скучно и грустно зачем далее низкочастотные вибрации здесь вы должны понимать то что низкие вибрации исходят у нас от негативных чувств от нашего мышления от наших эмоций от нашего состояния и вы должны понимать что вот именно эти эмоции блокируют денежный поток и крадут ваши деньги и к низкочастотным вибрациям который денежный поток и отнимает возможность много иметь относятся следующее это стыд это неудобство это обида особенно очень много у людей обид на родителей за то что родители не не дали в какой-то момент деньги родители не купили какую-то вещь или родители в чем-то не поддержали это жалость это гнев это злоба это ненависть это при этом не гнев и ненависть на все это осуждение это гордыня это зависть это чувство вины друзья это все у вас уничтожает это все вас изнутри не знаете расщемляет а это не должно быть в наоборот внутри себя вы должны находиться постоянном в изобилии в радости в достатке и тогда вашей жизни будет все прекрасно складываться поэтому обязательно подумайте над этим и прямо сейчас после просмотра этого видео забудьте проблемы они всегда были есть и будут благодаря проблем благодаря тем негативным ситуациям которые есть нашей жизни мы с вами друзья развиваемся мы двигаемся потому что когда у нас возникает ситуация какая-то что мы начинаем где мы начинаем думать как ее решить конечно многие люди решают ее самым простым путем потому что любая проблема которая появляется она заточена на деньги если вы обратите как правило внимание или на отношения и вот здесь вам нужно разобраться один раз и навсегда как вы будете решать ту или иную проблему конечно же легче всего пойти взять в банке кредит деньги и таким образом решить но это решение вопроса буквально на день на два а может быть открыть глаза и увидеть как вы можете зарабатывать деньги помните мир безграничен у него много возможностей для вас не зацикливайтесь что если вы например экономист и вы можете работать только все что связано с цифрами с бумажками и так далее а возможно вы продавец возможно вы умеете очень красиво продавать и вас будут с руками с ногами забирать магазинных тех кто занимается продажами возможно вы не знаете каких-то теоретических моментов но вы знаете на интуитивном уровне как это делать перестаньте жить той жизни которая вам возможно мешает друзья мы надеемся что наши советы и наши рекомендации помогут вам жизни с вами как всегда был канал за тарика для тебя обязательно подписывайтесь обязательно ставьте лайк обязательно поделитесь этим видео с теми кому вы знаете что это видео эта информация будет полезна и важно прямо сейчас на экране друзья видите два прямоугольника это следующие рекомендованные видео для вас нажимайте на то видео которое вам на интуитивном уровне понравилось больше и смотрите там многоценную важный нужно интересно для вас информации всех вам благ друзья услышимся с вами уже в следующем видео